Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как поставить агрессивного злого Махазова, хамоватого и грубого человека на место? Находили ли с этой девочкой в одном коллективе? Она меня выжила оттуда из зависти, сама там блестает, теперь в центре внимания. Я затаила на неё злость и обиди, но в открытый конфликт пока не вступаю, ощущение что проиграю. Она ведёт себя надменно, высокомерно, разговаривает по-хамски со многими. Её хотели парочка человек на место поставить, но она непробиваема, всех побеждает. Вот как ей, грубо говоря, корону убить? Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы она утихла? Ну, с точки зрения психологии, здесь ситуация заключается в том, что для начала нужно пробовать с вашей злостью и обиди, дабы она вас не разрушала. Какие-то действия, продиктованные злостью и обиди, являются деструктивными по сути своей и ничего хорошего вам не принесут. Это первое. Второе. То, что вы боретесь с ней, борьба, подразумевает проигравших и победителей. То есть это определённый социальный результат. Социальный результат не является удовлетворительным, потому что зависит от позиции других людей. Что я имею здесь в виду? Ну, это довольно просто. Если, допустим, придёт на место вот этой девушки другой человек, да, и будет вести себя точно так же, то и история в общем и целом, ну, скорее всего, повторится. И вы опять будете вынуждены бороться. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно как-то иметь почву под ногами более, более, ну, более прочную. Сейчас такое ощущение, что этой почвы у вас нет. Какой может быть эта почва? Хороший вопрос. Эта почва могла бы состоять из ваших творческих, профессиональных целей. То есть некоторая такая тенденция, которую, ну вот, которую бы вы могли, скажем так, допустим, реализовать. Вот. Где бы вы, скажем так, своей целью сделали бы именно аспект, связанный с достижением профессиональных результатов. Ну или ещё других результатов. То есть, иными словами, вы переключили бы своё внимание с неё на себя. Сейчас центром вашего внимания является эта девушка. И, в общем и целом, именно поэтому, именно поэтому она и победила. А не по какой-то другой причине. Именно по этой причине она победила. Именно потому, что сейчас является центром вашего внимания. Касаемо того, что вы можете сделать. Ну, естественно, в данном случае уместно было бы востеречь о том, чтобы её получше узнать. Я не думаю, что однозначно можно сказать о том, как что-то сделать с человеком, не зная его, не зная, что он себя представляет, какой он и так далее. Мне видится довольно призрачным в таких условиях, в такой ситуации, задача, которую вы перед нами ставите. Но, как я сказал, важным для этого человека является внимание. А значит, если перестать давать ей внимание, то, я думаю, ситуация сдвинется с мёртвой точкой. А вот и всё. Рассмотрите возможность, как сделать так, чтобы она не получала внимания. Я повторюсь, с точки зрения психологии, самое главное это поработать с вашей злостью и обидой. Увидеть, как вас это задело. Сейчас вы во всем обвиняете её. Это детская позиция, не взрослая. А нормальное взаимодействие с ней вы сможете только из позиции взрослого. На этом всё. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!